Господи, благослови эти занятия. Будь нашим руководителем. Слади на нас похожую на Марию, которая училась у ног твоей. И что полученные дары твои мы дали другим. Тебе слава за всеотечественное, Святой Дух. Аминь. Аминь. А где Пуп-Пуп? Он ушел, не знаю по какой причине. Что-то он чихал, кашел, может он заболел. Соревнования какие-нибудь? Нет, нет, ничего. Ефесянам, Святой Апостол Павел, послание к Ефесянам. Первая глава седьмого стиха. Ух ты, ну давайте шестого. Тут до сих пор идет одно предложение, начиная с первого. Вот предложение, оно продолжается. В похвалу славы благодати своей, своей с большой буквы, которую он, ну это Господь, он, облагодатствовал нас в возлюбленном, в возлюбленном с большой буквы, об Иисусе Христе. И седьмой стих. В котором мы имеем искупление кровью Его, в крови с большой буквы, прощение грехов по богатству благодати Его. И стоит точка здесь, все, предложение закончилось. И толкование блаженного ферфилакта. Еще, в котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его. Благодаря возлюбленному, возлюбленному с большой буквы Христу, говорит, мы имеем избавление. Какое же? Вопрос. Прощение грехов из контекста прям идет. Как оно происходит? Опять вопрос. И из контекста берется. Кровью. Ибо то, особенно изумительно, что, предав на смерть своего возлюбленного сына, Он освободил нас, ну то есть Бог и Его, освободил нас, ненавистных, дав искупление и избавление кровь возлюбленного. И заметь, толкование продолжается, это более чем усыновление. Даже сына не пощадил ради нас. Естественно, сына с большой буквы Христу. Ибо после того, как сказал об усыновлении, говорит об этом, восходя от меньшего к большему. Ну, хотелось сказать, что вот такие прямые слова, здесь говорится о крови, о спасении, апостол Павел, ну, уже употребляет. Ну, здесь Он, как бы, в одном предложении вводит нас сразу в последование вот всего домостроительства Божьего, Он нас с вами. Если в других посланиях Он это как-то прослеживается, говорит об этом, или отвечая как на вопросы, или потому что нужно было сказать, здесь в одном предложении сразу с самого начала Он рассказывает все Ефесянам это. Для чего? Ну, понятно, что это напоминание. Напоминание, видите, как коротко все, но об этом говорить нужно постоянно, и знать это постоянно, что мы искуплены кровью Христа. И все предопределения, которые были до этого, прообразы, агнс, вся кровь, которая проливалась, великое переселение народа израильского, из богатейшей страны, где были огурцы, репчатые луки, рыба, переселили в такие гебри, пустынные места, что народ троптал, и все-таки взрос народ, который пошел за Господом, мы видим, и все этот народ приносил вот эти жертвы, кровь проливал агнца, и все это был прообраз Господа нашего Иисуса Христа. И змеи там был, тоже прообраз Господа. И Исаак был, тоже прообраз Господа. Еще много, много различных примеров, которые показывали, как будет спасен человек. Но не было понятия, что он будет спасен еще от грехов, хотя к этому тоже все стремились, и пророки именно так понимали, почему Святым Духом и говорилось им, как сказали, ой, неужели и Саул во пророках? Такой болван, какой, ну чисто плотяной. И вдруг заговорил таким духовным языком. Интересно, вот апостол Павел, перед тем, как Павлом стать, и вот такие слова говорить, духовные предложения, длинные, такие, которые сейчас мы разбираем, и тут только комментарии на целую страницу. А у Златоуста там главами целыми. Он, когда не был Павлом, он так же, как-то мог говорить, духовно, ведь он же знал Священное Писание. Да, вот когда у Гамалиила он воспитывался. Как-то это все равно переходит, я думаю. И вот этого ему не хватало. И как многим не хватает сейчас вот того, того, чтобы трудиться с людьми, вместе идти. Я вот слушаю это голготание на рождественских чтениях. Слушают, слушают вот то, что там написано. Я думаю, хоть один скажет и, ну, поднимется и скажет. Ну, вообще это интересно, то, что там вот многие вопросы. Это даже для нас как-то странно. Может быть, давайте пошлем делегацию к нему туда, и посмотрим прям, или что-то такое. Или как вот было у этого Питера Дилквиста, у протестантов. Они не стали сразу огульно там галдеть. Семь человек их было. И давайте, говорит, до конца только дойдем, не будем останавливаться только на нашем учении. А вот все учения самого христианского развития, как там, когда начались. Вот Христос умер, и дальше христианство там начало развиваться. Давайте вот с этого дня. Одному там о причастии, другому там о крещении, третьему там, даже о Престой Богородице у них был вопрос. О Матери Божией вопрос. И когда они собрались, то оказалась удивительная вещь, что не от них родилось православие. И они не стали бить копытами, а начали искать православных. Потому что оказалось, что православные, они хранят вот эту истину. Как и Христос сказал саморядке у колодца, вы не знаете, чего ищете, а истина от иудеев идет. Но Господь ищет поклонников в духе истины. То есть иудеи будут неправы, но только в том, что сейчас делают, а не в том, что тогда сохранили от Бога. Игнатий Иванович. Я вот все думаю, считаешь, утренние и вечерние молитвы составлял Василий Великий, Иоанн Златоуст, Иоанн Никий, и Прям Серин, там прямо указывается авторство этой книги. Почему вот это-то не послужило? Облагодатствовал. Словно же никто не знает, даже в русском языке сегодня, скажи, облагодатствовал. Это надо думать. И он каждое предложение, вот почитай Колоссиным, в одном предложении 5-6 раз поминает Христа. Здесь 6 молитвеней. Говорит о Христе, но только вот надо добрые дела, я грешен, Господи, Ты меня прости, и без добрых дел я, но то другое. То есть, как бы и правильно, но акцент-то не на этом делается. Дело в том, что вся наша праведность, вот не грехи, а вот ты встаешь, молишься, ни на кого не злишься, да из последних сил выбиваешься, идешь к больным, дежуришь, помогаешь, варишь, ухаживаешь. И как это перед Богом? Как запачканная одежда. Вся наша праведность, как запачканная одежда. Один кто-то перевел, как подвязка нечистой женщины. Вся праведность, не просто обыкновенная жизнь, а именно в напряжении, праведность, разносторонняя, милость, или жертвы, к ногам апостолов, имения, и вся праведность. Да как же так? О Камачах Божиих. Он говорит, и в ангелах усматривает погрешность, и на солнце пятна есть. И не говорить о Христе, как спасены даром. О, дармовое. Даром и дармовое, похожие слова. Но православный не говорит даром, а дармовое, это уже в насмешку. Придумали еще. Я грешил, а Христос бы за меня умирал. Наверное, так и есть. Верный нету в народе. Я вот сейчас о Дворкине думал и сегодня посмотрел. Ну ладно, не знали, кто он там. Не знали, что он там АЦРУ, не знали, что он в Добе был. Не просто был. И меня брали туда. Меня исследовали. Статью искали. И дали хорошую характеристику. Неволен, ничего нету где-то. А здесь именно параноидальная, ему нельзя ничего доверять. Он такой, как бы, все это. И заключение. Больной человек. Больной. И вдруг такую должность дает рядом с патриартом сидит. Это что? Умысел. И главное, речь с наркотиками, везде он конфликтные ситуации, где он был даже среди наркоманов. Какой-то особый отряд хиппи, он там за него был. Ну, эти волосатые в наше время были, которые... Ну ладно, не знали. Опубликовали данные, собирали там, медицинские дали справки, которые у него были. Кто-то сумел копии снять с психиатрической. Ну, Бог-то где был? Почему вы молились? Ни один этого не видел-то. Ни патриарх, ни епископы. И фотографии. Одна фотография, вторая, третья с разными епископами. Он сидит, выступает на капель, и вот его там одна психолог допрашивает. А что такое деструктивное? Это он ввел все, которые... тоталитарная секта. Где границы-то? Границ никаких нет. То есть, вышли вот сейчас в бою и говорят, мы против бомбежки в Сирии. Тоталитарная секта. Тоталитарная секта. Вот и стала говорить, что там... Я хочу, чтобы свободно там что-то было. Тоталитарная секта. То есть, любому, говорит, это клеймо, можно хлопнуть, и все, они вокруг меня. Так как он? 19 этап. Этот, судников-то, Махноил-то, исследовал. Наконец, исследовал, исследовалось. По этим, по американским книжкам, не тоталитарная. Тоталитарная, это только монастырь, где нельзя средствами своими распоряжать. А ты своей пенсией сама распоряжаешься? Ты сама распоряжаешься? А в тоталитарном режиме этого нет. Ты передвигаешься, где ходишь, хочешь, ты можешь уехать сегодня в Алмату жить. А тоталитарно никуда. Тоталитарная, это советская власть, колхозы или монастыри. Все отдай, прав никаких нету, денег нету, свободы печати нету, свободы слова нету. Здесь все есть, все при избытке. И вдруг они этого не видели. В это я не верю. То есть, это заговор был, как они поддерживали, говорит, без мощной поддержки с патриархией. Ему нельзя было на такую вершину взлететь, за такой короткий срок. Он 57-й год рождения. Двойное гражданство. Заканчивал в Америке. И зачем прислали его? Он скрывает. И разрушать изнутри. Все, всех перессорить, чтобы было. И сегодня, вот выставили. Я тебе кажется, даже скинул этот материал, два ролика, посмотри. Их нельзя, не опровергнуть ничего. Да он мне не нужен. Я просто говорю о тех, которые рядом были. Они скажут, я не знал. Согласен. А Бог? Бог-то где? Вот я сейчас захожу, сижу там, у компьютера набернулся, Никита заходит. Вот он сидит перед вами. Он ничего не нарушил. Но я увидел, он в избе стоит, на руках рукавички, и в рукавичках пуговки в избе расстегивает. Так было? Даже не заметил. В перчатках ты был. У тебя перчатки были на руках, и ты в избе зашел, на тебе перчатки надетые, и ты на своем одежде верхнем, в рукавичке, перчатки расстегиваешь пуговики. Бывает, конечно. Сегодня, сейчас только было. Я ему не сказал этого. Не сказал. Думаю, как же он не чувствует это, что... Насчет... Да ничего особенного нет, это не делается так. Так, зачем в избе тебе перчатки-то, когда тепло, и неудобно расстегивать пуговицы-то? Я бы задал вопрос-то. Ну, не задал. Посмотрел за столом, думаю, что-то нет никак. Вот я пока за стол сидишь, вот так вертикаль, что подбородок за стол, я лежу, раз, завалился, два, три, отодвинулся, отвернулся. Заметит он или нет? Нет, не заметил. Ну, я-то замечаю это все, но не каждый раз можно сказать. А зачем? Я хочу, чтобы он был напряженный. Ты видишь, как я заставляю там половичок выклопать, чтобы ты это помнил. Я тебе сколько написал? То есть развивается память где-то. Ну, эти-то в верхах-то, они там-то понимали или нет? Что перед ними за сладис какой? Ну, кто-то, может, и понимал. Ну, как не понимать, так когда митрополиты рядом сидят, ни один, ни два. Показывают одно за столе, второе, третье. И везде митрополиты, епископы посреди их сидят. Ну, я скинул ролики, посмотрите. Это что? Игнатий Иванович, ну, они же как иезуиты, они пролазят, видят слабости людей и бьют по этому. А они, я говорю про епископ, про его и я разговор. Я про епископы-то говорю. А они рядом сидят с ним. Теперь, теперь они будут отплевываться, да я нет, я сидел через одного человека, виноват Петерима, Югенарию в стороне. Я знаю, как они. Сейчас каждый будет репей свой отрывать с заднего места. Это-то зачем? Мы видели, что у него ничего нету. А у меня какие материалы про него, прочитай материалы, на форуме стоят Дворкин и Кощетков. Так у Кощеткова-то сколько всего? Ты посчитай. У него община и сколько их в России. Там неправильное заблуждение, он работает. У этого ничего нету. Он разрушитель, как Стерлигов. Он ничего не может дать. Библия неправильная, нету, епископа нету. Я знаю, я рисую. Он одного епископа знает, но никому не говорит про него. Ну, это даже обманом нельзя назвать. Это за лохов людей считают. Я как бы на два голоса говорю, а вы как узнали? Никак. Я первый раз только глянул на него, но так как я все время молюсь, и мне сразу показано, внутренне это чужой человек, это человек разрушитель. Он любого будет давить и душить, потому что его заслабили. Я это, что они сейчас пишут, я это знал в первый день, когда глянул на него. Почему я знал, ты не знал? Вопрос. Почему? Он приезжал здесь в Барнаул, даже у Никиты был. Его спросили, он там говорит даже не надо. Почему? Почему вы не молитесь? Почему нет связи с Богом? Так вы же его пригласили на занятия, я бы пошел приглашать. Я приглашал. Если бы он был верующим, он сказал, как это так, православных библии, тут бы, не знаю, бежал, прыгал, радовался, наконец-то. Мне пишут сейчас, пишут в интернете, наконец-то, в православии появился хоть один человек. Почему католикам Бог не дает Игнатия? Чтобы говорил, невзирая ни на кого, говорил папе, патриарху, всем. Почему? Значит, католики отвержены. На православие с надеждой одного человека, одного. Они никого больше не ставят. Только мне выпал жребий этот. Выпал, да. Я на себя это не беру. Просто я у меня, естественно, я вижу, я начинаю об этом молиться. Патриарху только поеду. Ехать не уехал, я уже всех поднимаю на ноги, чтобы какой беды у него не было, чтобы мудрые мысли дали. Я все время мысленно с патриархом нахожусь рядом. Понимаешь, смысл жизни, так что? Смысл жизни соединения с Богом, а не просто рай, рай, рай. Это чтобы были не просто чувствования, а это вперед идущее переживание с Богом, о чем Бог нам говорит. Ничего этого нет. Вот я сейчас сижу, я обедаю, и каждый раз у меня тема. А пока обедаю, я разрабатываю особую тему. И вот я сижу, сейчас ем. Ни один человек не догадается, о чем я думаю. А я в это время думаю о Гитлере. Какой у него был Роммель, этот лис, что он говорил, почему именно он оказался в заговоре, почему Гитлер преследовал, а остальные нет, почему Сталин уничтожал под корень весь. Один, родители расстреляли, он не виноват был, а теперь и родных, и близких, То есть Сталин тысячу раз хуже Гитлера был. Мстительно. Он, сельское хозяйство, все, колхозы, все разрушено было. Гитлер дал, с нуля поднял страну, с нуля. А этот, самая вершина была развития в России, до самого низу бросили ее. Еще сравнивать, не с чем сравнивать. Этого, кто Сталина выбирал? Не один человек, а этого именно голосами. Вот он набрал 5 миллионов, потом 7 миллионов, потом 10, наконец, самая большая партия в Устерстаге. Его любили, это до самого последнего момента. Сейчас дает интервью, это несколько лет назад, бабушка морщина, морщина сидит, там еле 90, наверное. Ты же была в Гиперюгенде? Была. И как? Любили мы Адольфа. Ну а сейчас-то расскажешься? Сейчас нет. Мы его так же любим. У нас еще не было, ни хлеба, ничего нету. А при нем все устроились на работу, дом перестроили, он помог нам, и взамен ничего не было. А брат погиб, там сколько всего нам дали, он нас не обманывал. Понимаешь, нет? А тут Сталин только Хрущев просчитал, наверное, все отвернулись, как никогда не было. А там день и ночь долг. Фашизм запрещен. Запрещен. И его любят. Здесь коммунизм не запрещен, и Сталина веки коммунина не надо. Ну маленько думайте, почему? Причина в чем? Я теперь не их рассуждаю, я теперь дальше рассуждаю, а почему такое отношение? Я наконец дохожу до самой последней точки в рассуждении, а в это время я хлебаю, кусаю хлеб, и каждый раз, сидя за стол, я одну тему уже полностью прохожу. Но на основании данных, которые имею. Почему вы не молитесь? И вы уверены, что правильно мыслите? Да откуда мне знать? Я события просто сочленяю и вижу. Ну а как думаете, будете спрашивать что-то? Согласно признакам ничего не будет. Все обман. Будет только то, что Бог назначил. Ненавидит грех и отвергнет. Почему об этом Павлу все говорили непрерывно? Почему молитвословия этого нету? Они как будто не знали, что кровь Христа за место. Кровь умер за меня, пролитая. Зайдем на голгопом ворот, нет этого. Я говорю не против молитвослова, я считаю по молитвослову. Но не не евангельские молитвы это наши. Не евангельские. Евангельские вот оно где. Так а где у нас что евангельского-то есть? Если посмотреть на жизнь епархиальные журналы и так далее, они ходят квадратами, как вот эти построения. Черепаха, раз черепаха, квадрат, раз квадрат. И вот так же монахи, священники все ходят квадратами, прямоугольниками они ходят. Священников нельзя трогать, смотри, у нас повышено. Вон оно где. Так я же ничего не говорю, я говорю, что они ходят. Нет, нельзя, вон. Я не вижу, что там нельзя их трогать. Не надо уважать. Там уже написано, благоговей. Пред Господа. Сейчас только показывать будем все время. Я специально сказал, сейчас прибить. Благоговей пред Господом написано. Да, да, пред Господом. А дальше уважайте. Выход я вижу в другом. Что делать? Ничего. Сделать нельзя. Начинать с себя. Начинать работать, трудиться, проповедовать, помогать ближним. Не смотри ни на что. А тебя, если они долбят, бьют, гонят, награда выше. И вот теперь стало все на место перед Богом. Полное доверие. Вы сегодня говорили, как мы должны принимать гонения, поношения. Ты же считал. Ты и считал этого. Проповед, златоусты. Ну да. Понимаете, поэтому вот я хотел бы с вами поговорить сегодня на одну тему. Но у нас по распорядку. Вот возьмите кто-нибудь Евангелие. И вот на горную про... Не на горную, а прочитай блаженное блаженство что-нибудь. На, Никита. Блаженство, открывай. Пятую главу открой, Марфея. У меня такое желание появилось во время утренней молитвы в храме. Раскрыть ее. Она с этой стороны никогда не раскрывалась. Прежде чем думать об этом, я припоминаю, что Златоуст говорил, что у Василия Великого сказано. Такие проповеди. Я вижу, ни один этого не касался. Почему? Это так удобно, доходчиво для нас таких. Ну-ка. Увидев народ, он зашел на гору. Ну, на гору это холм. Это не вершина. Это не такие горы. Туда никто не залезет. Тихо. И когда сел, приступили к нему ученики его. И он, отвергший устав свои учил их, говоря, Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Знаете, есть такое выражение математическое от обратного. От обратного. Я иду с ребенком, а ребенка дали мне, он живет со мной в квартире. И такой малоразвитый. И долго не разговаривает. Четыре года он все еще не разговаривает. Ну, сделали там операцию, там, из-за щек что-то подрезали, и что-то стал маленько говорить. Памяти почти нету. А я в это не верю. Мне нравится у немцев. Любой инвалид, такой пацаненок растет, с ним начинает заниматься, он хоть обои, но будет накатывать и будет радоваться. А у нас нет. И вот я занимался в это время английским языком, и я его начинаю, он по-английски. Мы садимся в трамвай, а он обернулся, и пьяный корящийся, вот так, он мне по-английски. Этот ребенок кричит, пьяный залазит в трамвай. На сегодня, скажи, не каждая учительница, не пьяный, а пьяница. Пьяница, щетка по-английски произносит, пьяница залазит в трамвай. Я обернулся, правда. То есть, это очень быстро делается. И вот от обратного. Я ему говорю, смотри, если ты не будешь слушаться родителей, а родители у тебя не пьяницы, ты будешь такой же. И вот этот пьяница, который залазит там, не может залезть и падает, это урок. А это, говорю, откуда вы взяли такой метод? Первое послание к корейнфянам, 10 глава, 6-11 стихи. Там прямо говорится, перечисляет Павел, какие были несчастья, вышли из Египта, но не дошли, делали, провалились, там сектанты были, отделились, живьем в ад пошли, 16 глава чисел. И это были образы для нас, плохие, это образы от обратного, чтобы мы такими не были, не были походливы на злое, как они были походливы. Ну хорошо, говорит, так, вот ты будешь делать, сосед-то, смотри, у него все есть, почему он работает, и видишь, как мы ложимся спать, а он еще работает. Как он работает? Надо работать, все будет. А может, с той стороны сосед пьяный говорит, вот не будешь работать, будешь пьянец, то у тебя ничего не будет, воровать придется, в тюрьму пасать. Видишь, у него дети все сидят в тюрьме, они воровали. Это от обратного, от худого, от худого примера можем многому научиться. Павел говорит, это написано нам, достигшим последних времен, веков. Теперь мы говорим, блаженный что? Нищи духом. Теперь нам, а напротив нищеты духом какое, какое качество? Ну, допустим, пьяный, напротив трезвый, богатый тут, бедный, тут слепой, тут зрячий, ну, можно разделить огонь, вода, благословение, проклятие, жизнь, смерть, а напротив нищего духом что поставить надо? Я хочу от обрат, от обратного учить, а обратно это и не знаем, кажется. Богатый, очень славный. Можно мне вот смысл? Так, так-то подожди, что сказал? Богатый. Богатый чем? Духом. Именно нищий, а напротив богатый. Ты что хотела? Я сказала, сильный духом, или волевой, или самодостаточный все люди считают, а нищий духом это надеется на Бог. Ты расшифроваешь, а он без расшифровки сказал, напротив нищий, богатый. Счастливый, как фарисей. Да, вот это все, и от этого фарисея мы должны научиться очень многому, потому что на это уже идут проповеди Иоанна Златоуста. Вот от этого, от обратного, разбери-ка на горную проповедь, и ты увидишь, что нищий духом их никого нету. А те, которые не нищий духом, а считаются богатым, да что это, моя рука, мой гений построили, дальше, 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 Вавилон. И Господь говорит, бац-то, все, на колени передо мною. Глазами захлопал, встал, все, бык ты, пошел оттуда, и он на четвереньках пошел, замычал, давай траву есть, знаете это, и семь времен пролетело над ним, моя рука, мой гений, я выстроил Москву, я возвек там, МГУ и прочее, все кончилось. И Бог не спровергает, торговый центр, ничего нету, а автор Василий Блаженный, ничего нету. Один взрыв, и голая площадь будет стоять, и брусчатку вывернет даже. Вот теперь на это смотрим. А сколько таких? А теперь посмотри, что их, ибо их есть Царство Небесное, которое считается что-то, их нет, то есть там что обещается, Царство, а у которых нет нищеты духа, есть другое, а пустоты-то нету, то ему Царство Божие не видать. Вот ему. Вот. По порядку, я только наметки делаю. Второе. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны плачущие, но в другом месте Христос говорит, горе вам, смеющиеся ныне. Горе вам, райкины задворного. Горе, потому что у евреев, у них не смехотворство, а смехачество называется, то есть все высмеивать, осмеивать. Горе. Блаженны плачущие, но не смеющиеся. А плачущие о чем? О грехах говорят. Не только о грехах. Плачет о том, что ему не рассказали. И вся моя жизнь прошла. Я 23 года о Христе не слышал. Как я скорблю еще сейчас. Самые ему, можно сказать, ядреные годы, куда ушли. Где бы, со школьной скамьи, я бы уже другим мог рассказать. Блаженны плачущие. Ты знаешь, сколько я уже плачу об этом? Так 23 года. Ну, 23. Ты понимаешь, что такое 23? Когда 23 дня, это много. Это много. 5 минут можно все равно завоевать. Внучка президента кино. Теперь считай, блаженны плачущие. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Так, блаженны плачущие, верни, что они? А, утешатся. Утешатся. А те никогда не утешатся, смеющиеся. Никогда. Посмеялся какая-то тяжесть. А над кем смеялся, а тот пришел, почему Яков говорит, не седу эти братья друг на друга. А что особенно? А вот судья стоит у дверей. О ком мы говорили, а дверь-то приоткрылась, или шторка отошла, он рядом стоит. А мы о нем говорили. Зачем же я говорил? И теперь не оправдайся. Ты высмеивал его, а не знаешь, что дальше будет. Понимаешь, от обратного мы сегодня столько можем увидеть. Утешатся. Здесь, наоборот, неутешное горе. Я говорил о нем. Я смеялся. Зачем я это делал? Нихули правителя, начальствующего в народе. И птица может перенести ему. Сейчас жучки везде стоят, подслушивают тебя. Интересно, Хрущев, когда ушел на пенсию, описал воспоминания, его окружили тем, чем он делал других. Везде жучки-то. И он нашел жучок, стоит у него в туалете. Он говорит, ну тут-то уж вы какие звуки слышали. Вам это надо? Это сотрудник милиции. А какую должность имел? Никита Сергеевич Хрущев. Это его воспоминания уже. Сергей Никитович, его сын говорит. Теперь глотай то, что ты посеял. Горькую отраву. Блаженно плащащие. А ты умеешь плакать? Себе скажи, когда ты последний раз плакал? От любви к Богу, от восторга, от радости, что душа пришла, от горя, что душа ушла. Плакал ты или не плакал? А то о грехах плакать. Да грехи-то заливает вином. И горькими слезами пьяными. Вспомни, говорит, в селении старая женщина плащет слезами, что крепче и горше вина. А, Расул Намзатов пишет. Вот как. Это от обратного. Следующий, третий. Блаженно кроткие, ибо они наследуют землю. А напротив кротких какие? Буйные. Гордые. Так, какие? Гордые. А? Гордые. Кроткие, гордые. Какие напротив кротких? Я сказал, буйные. Дерзкие. Смиренные. Дерзкие. Это более отвечает. Понятно. Кроткие он смирен. А дерзкие. А что ты меня? Чем я хуже других? Монах, я греш не грешен. Настоятель стоит, он пошел в столовую. А этот настоятель, как это все монахи проходят? В тракт вездует. А этот идет, который все говорят, я грешен, супер грешен. Он так руку поставил. А ты-то куда идешь? В столовую. Ты грешен? А чем я хуже других? Да это самый грешен. Такого грешника земля не знает. А чем я хуже других? Вот это и есть. И как он начинает говорить дерзко? Вот у меня нападает, который, я их вижу просто. Они не знают, что такое кротко, что такое возраст, что такое опыт жизни. У них ничего нет. Почему? Чаще исповедуется, чаще причащается. Недостойная, прикасающаяся святыней, грязными, заляпанными в навозе руками, как Златоуст говорит. Они не знают. Их умышленно под это подгоняют. Они делаются бешенными. И так блаженные кротки. А напротив, неблаженные вот эти дерзкие. Они ни на что не смотрят. Хамовитые. Это все напротив этого. Хамье. И все равно что они? Наследуют землю. А у этих ничего нет. Они не наследуют. Ибо таковы были родители. Они оттуда поднабрались. У них наследия никакого нет. Наследуют землю. А как ее наследуют? Земельный комитет даст или что? То есть перед ними будет открыта какая-то область, где они будут жить, где не будут земли сгонять. Как будто бы канавка Серапима окружена. Их выражение возьмут. Вот и все. У них ничего нет. Они отвернуты. Можно? У меня вопрос к вам, Игнатий Тихонович. У меня к вам вопрос. А как вот в обществе верующих как бы жить вместе с дерзким? Какие вот мы должны меры принимать, например, по отношению к этому человеку, который не смотрит, как вы сказали, ни на возраст, ни на что. Готов рот открыть и орать. В семье или... Я видел. В обществе верующих. Самый действенный способ это по мордасам. Вот он начал что-то говорить-то, а там параша, большая параша стоит, нулевка называется, когда сюда везут, и он заходит, вся голова разбита, что... А крышка-то железная, там полсантиметра или больше толщина, это... Тот как схватил, как этой крышкой-то параши, ты как долбанул, и все, снимай, все с него сняли. И никого-то... Преподаватель второй группы космонавтов. Я это видел, и все, на колени, и будешь головой в параши лакать. Дерзкий. Что хочешь могут сделать? То есть, но здесь-то и не об этом речь идет. Он такой дерзкий, ну такой он и будет, его не исправить, бесполезно. Единственное, что только Господь может отрубить голову ему. Чтобы исправился дерзкий сам по себе, никогда. При вышибранным словам никогда не отстанет, как блудник. Он не перестанет, говорит, пока не проговорит. Ну, то есть. Понятно. Вот как. У меня вопрос, может быть, я немножко неправильно задала. Как мы должны поступать, видя вот такую ситуацию? Ждать, пока кто-то его в парашек. Я тебе сказал, надейся на Бога. На Бога. Довериться Богу. Если нельзя, уйти никуда. Если можешь, по пять, отойди. Я могу уйти, но мне сложно смотреть на ситуацию, что и промолчать, не остановить его. Смотри, ну хочешь получить, получишь от него. Он же дерзкий. Он тебе нос расквасит, дурный. Я это понимаю. Ну, а понимаешь, сиди помолкай. И замужа выгляни, и прикрой глаза. Не лезь. Тут я Игнатия Бринчинина вспоминаю. Не покуси с немощной рукой, остановите это. Тебя сметет просто где-то. Дерзкий. С ним по пустынному месту не ходи. Для него пролить кровь, как ничто, как вода. Он внезапно за что-нибудь привяжется и кончился. Это верующий же человек. Дерзкий на язык не знайся никогда. Я говорю о верующих. О верующих среди верующих. У верующих хватает, будь здоров. Может, даже больше, чем в этом миру. В этом миру называется воспитанность, интеллигентность. А у верующих ничего нет. Его батюшка благословил. Мы выше, они нас этот волчатник нападает, поносит, а он в два раза старше его. Для него авторитета нет. Батюшка не батюшка. Он и на батюшку открывает рот. Но зло выборочное не бывает. Это правильно. Но в данный момент он приложился туда, где большинство. Почему я называю это поздно патриархийное? Самое опасное. Сегодня разговаривали, и после этого ничего между нами не было. Уже гляжу в стане врага, и уже подыскивают товарищей себе. Лучше бы, говорит, не познать им пути истины. Лучше бы, нежели познавшего, возвратиться назад. Ибо тот демон, который вышел, он ходит, не находит места, берет не один, приходит, а семь злейших, и поселяется в нем. Ну где это? Покажи. Я могу руками просто махнуть руку и сказать им, вот этот, вот этот, вот этот. Их видно. Чаще исповедуйся, чаще причащайся. Недостойное. Не часто причащение виновата, а именно недостоинство. А неодержимое, бешеное. Потому что все за них. А вот сегодня, только сегодня, Кураева смели. Все, они все наши, все против. Мгновенно. Там единицы остались где-то. Щаплин там перед ним горбатились. А я тогда сколько Щаплинов говорил-то. Андрея Кураева еще не тронули. А Андрей говорит, а меня Игнатий по всем кочкам пронес. Я тогда в интернете зарядил в моих книгах. Я, Андрей Кураев, вспоминаю 120 раз. И почти ни разу положительно. Несмотря на это, он обо мне дает отзывы самые высокие. Так я говорю. О, я вчера слушал как раз про это. Как он обо мне отзывается? Он сразу говорит, вы знаете, кто самый великий миссионер. Потом неправильно сказал. Кто в современном мире самый великий миссионер. И проповедник. И все там что-то... Он... Ну, видно, что зал зашумел большой. Он... Но вы, наверное, не знаете. Его мало вообще кто знает. Он живет в Барнауле. Его звать Игнатий Тихонович Лапкин. И все там раз-раз-раз-раз-сказ-за-шушухались. Там вообще такое... От изуску Раева такое. И он начал... Говорит, вы не представляете, говорит, какой пиетет, говорит, перед священным писанием. Он говорит, я такого не понимаю. Любовь, особая любовь в Библии. И говорит, он... Он говорит... Ну, если кто, говорит, меня поймет, это представьте себе симбиоз. То есть сочетание в одном человеке старобрядца глубокого и баптиста. Ну, самого такого. Каноны люблю, служба, чтобы была нормальная. Это старобрядец. Если библия любит, то это баптист. Да, это баптист. Потому что он еще не имеет в виду. Да, да, он это имеет в виду именно. И потом дальше говорит, что о любви и библии. Потом говорит, и община у него такая. Ну, и он начинает говорить, и он там уже говорит и о батюшке, то, что там и брат его, там, священник в общине. Они не понимают, иной раз, когда начинают говорить об Игнате Тихоновиче, они его путают. Он как будто бы, он священник в общине у нас. Путают. Потому что Игнатий Тихонович Латкин и Аким Латкин. И они у них, голова кружится, они ничего понять не могут. И все, священник, он, да, нет, нет, он не священник, нет. И я, говорит, так, завидую ему, по-хорошему. И это невероятно. Он, говорит, вообще свободен перед всеми. Вот о нем, что хочешь, говори, а ему все равно. И так, ему все равно. А вот мне не все равно еще. Я еще не дошел, говорит, до этого. Что и что на мне думают? А я, говорит, думаю, что обо мне епископ скажет, что подумает. И это он говорил перед тем, как его, вот, за то, что голубое лобби. Еще не трогали его. А один человек там заинтересовался и спрашивает, еще раз переспрашивай, где Баграву или. И тот человек решил сказать, и меня нашел. Нашел. Переписка только началась. Вот все книги у меня выписал, купил. Все книги, да, одной вот этой. Игнатий Иванович, а вы заметили, какой дозой подается вот на вас и хвалебное, и вот это хуление, все. Подается вот, не видно нигде вот этих вот охотников. Коровой слабора мне там. И только звук. Что рождественские чтения звук, что здесь только звук идет. То есть нету видео еще. Видео, ну, там, где больше всего. И то этого Скуратовского не показывают, когда они там сидят, обсуждают. И вот тоже нету там практически, там маленькое такое окошко, там какая-то головка такая вылазит, вылупается. Непонятно, короче, кто. И тоже пытаются что-то. И до конца никто не может сказать вас правильно. Ну, один вот он сказал верно, все. Ну, то есть прям разложил все по полочкам, ну, тоже не до конца. Он там ошибся, говорит, они приходят за 15 минут и становятся, говорит, на молитву, за 15 минут. То есть иной раз все думают почему-то, что у нас община. И раз такой человек, а так как он, ну, как учитель такой, мы вообще никуда не уходим. А как бы, знаете, у нас такая длинная-длинная такая зала. И кровати тут, тумбочки у нас стоят. И мы только как вот проснулись, встали, и вот Игнативич нам говорит. А мы как будто раз тут легли спать все вместе, поели тут же. Вот община такая. А что вот такая жизнь, как Игнативич рассказывает, не тоталитарная. Кто-то захотел, уехал. Кто-то приехал, ну, как приняли его, уже непонятно. И потом дальше. Хочешь, ходи там к баптистам, ну, к нам можешь прийти, ну, ты должен у баптистов быть в воскресенье. Извините. Это вообще, если православные, они скажут, вы что, с ума вообще подсходили все? Другого ничего не скажите. Там еще монах стоит из Кызылы, выступает с таким серьезным лицом. Николу Чудотворца поставил, последнего надписи. Там Никола Чудотворец так смотрит на всех. Такой очень хмурый дядюшка. И говорит, вот, я рядом с Николой Чудотворцем тут стою. И он, значит, Игнатий Тихонович хулит святых. И некоторые места говорит там о чем. Игнатий Тихонович, как пишет это, в разборе. Ну, интересно вообще это все смотреть. Интересно, он хулит. И ничего не могут сказать. Разбор делает Степаненко Максим. Он нынче крещение принимал. Томская епархия, председатель миссионерского отдела. Это для них фигура очень большая. И он говорит, вот, Игнатий хулит, и по порядку все слова, святых. Ну, давайте посмотрим, как. Издает книги про святых. Начитывает 12 томов святых, ничего не добавляя. Составляет симфонию святых. Как этот человек может говорить против-то? Ну, вообще, не думайте даже, что делать. И что он делает? Вы вместе взятые 10% того не делаете. Это посторонний человек, как будто бы. Но ему Бог дает ума, а вам почему не дает? А они, понимаете, такие слова выкидывают. А вот, когда приезжают, это адепты. То есть, Дух Святой отсутствует. Что Дух Святой коснулся, и человек уверовал, как у стихтан. У них нету. Нет, это зазомбировал. Это которых, вот, люди принимают крещение, значит, инициация. То есть, кто хочет принять крещение, обязаны жить только в Потеряевке. Только в Потеряевке. Все живут только в Потеряевке. А крещение допускается инициация. И главный гуру, гуру-лагуру, это учитель там у южных народов-то. И вот это скопище-то, как шатия братья Кодла, и это все в Патриархии. И они сидят, собираются. Каждая 24-я уже конференция, и рождественские чтения, ни одного слова евангельского нету. Вообще, Евангелия нигде нету. И кто-то же деньги получает, кто-то здание это окупает, кто-то греет, кто-то туалеты чистит после них. Кто? А кто? Руководит. Вот теперь покажет, что делает Боркин. И по какой подворотне на нас лает это скопище? А что тогда делать с ними? Дудит. Молиться. Я вот посмотрю, которые нападают, ну видно, что он хочет добро. И я думаю, не следься мне, Христос, в 62-м году, это я. Я куда ни посмотрю, это я. Это я. Не мертвый, я тогда был не мертвый. Ну, я был ревностный, ни одного богослужения не пропущу. Он считал, что Богородица выше Христа, потому что она мать. А этот, Дудин говорит, или Скоро Товский, сейчас не помню, вот в этом, говорит про вас, что вы не встретили Бога до 62-го года. А я, говорит, встретил тогда, я думаю, да тебе куда знать. А этот Дудин спрашивает, подожди, а как он в это, в православие-то тогда попал от 50-ников? А у него, говорит, что там какие-то корни где-то, что-то были. Я думаю, ну вы, ребята, вообще, что вы разговаривали с Игнатихом? Что вы там читали? Ну, то... А вы слышали, как этот, который ведет радио, спрашивает Дудина? Самсонов Алексеевич. Самсонов. А как там это? Нет, не Алексей Самсонов. Как там наши эти священники? Тот, какие священники? Тот, ну, как вообще священнический корпус наш относится к нему? Я думаю, ну придумали уже священнический корпус, скоро клан скажут окончательно уже, и все будет понятно. План Барбаросса. Да. Что, говорит, как они там корпус священников этот думают? А он, говорит, они, говорит, его мало знают. Он, говорит, в интернете в основном. Что интересно, в лагере такая дисциплина, разбор делает, что человек делает. Это унижение, это оскорбление ребенка. Но я смотрю, и дети почему-то стоят, смеются, им нравится. Они никакие. Бог мозги отшит. Детям нравится. Тарасий, ты был в лагере у нас? Тебе понравилось? Да. Купался? Да. Все было. Вот они сидят. Это мои все лагерные. Ты была в лагере? Тебе понравилось? Опять хочешь? Пожалуйста. Игнатиныч, они просто врут все напропалую. Или тупые. Потому что, возьмите наш социализм, вспомните пионерские лагеря. Там всегда была линейка. И линейка, мы на нее все стремились, бежали. Там девиз нужно. Там у нас, ай как? Альтаир, полетим на Альтаир, завоеваем звездный мир. Да там стройно так. Как ходили-то все. Как стихи все рассказывали. И потом кто-то что-то нарушил, директор выйдет. И там пионерожатая такого-то звена, она выходит все таким торжественным шагом. Скажите, что тут случилось? Так, там, Вася там Иванов, выйди сюда. Вася выходит такой, бравый, все. Вот, Вася Иванов, сегодня там нарушил, там, у кого-то порцию отобрал, съел. И все рассуждалось. Откуда они вообще повылазили, вот эти вот священники, вот эти отовсюду. Они кто-то хиты вообще. С ними вообще какие-то работы проводят. Они с людьми-то встречаются где-то. Они хоть что-то знают. И они говорят про вас, о чем-то там еще. Говорится, пёс бы языком не пошевелил. У вас пальцем никого не тронуть, ничего. Такие интересные вот эти беседы идут. А по слову Божьему разбирается то, что надо. А душе до самой глубины доходит. Ну-ка, давайте дальше пошли. Все, мы тут разобрали. Что значит делать? А тут еще. Да, дерзкий. Тогда дальше что? Дальше у нас. Блажены, алчащие и жаждащие правды, ибо они насытятся. То есть, а эти ищут неправды, и они что? Они будут давиться, не насытятся. Они вечно будут голодные. Потому что насыщаются правдой. А они выискивают неправду. Умерли сказать правду. Четыре тысячи фильмов. Вот любой бери. Притом не вырезаю, не соединяю. Вот как есть, вот так живьем все это идет. То есть, они не ищут правды. И дальше, ну что интересно, его власти поддерживают. Да когда запретить, раз лагерь есть, лагерь они там собрались в Москве, на разведственских чтениях, и теперь обращаются в государственные органы, что в лагерь закрыли. Это сергианская, беревско-сталинская, трупная, ядовитая кровь у них. Понимаете что? 44 года я с ребятишками занимаюсь, а они там теперь решают, вот это здорово, давайте напишем. Они там прям все это слышат, как говорят. Напишем, чтобы лагеря не было. А кто-то говорит, так это было уже у него. Ну, лагерь никто не трогает, почему-то вся власть за него. Ну, вся власть за него, так это тоже надо посмотреть. Вы не видели, а власть за меня. Я единственный на Алтайский край, за которым приезжали каждую неделю проводить работу в милицейских отделах. На это что-то говорит? Могли не разобраться? Городское, краевое ОВД. Конечно. 17 лет сотрудничаю с тюрьмой. Ну, провожу беседы с составом этим личным, которые там офицеры. Ну, могли бы узнать? Работаю в Неведовственной охране Железнодорожного района, милиции. И собираются там раз в месяц, я перед ними выступаю. Ну, могли разобраться? А помните, когда вас позвали, вот это к нам, там сидели полковники, майоры. Ниже капитана я вообще не видел, что кто-то был. Полный зал, ну, сказали 300 человек. Игната Тихоновича пригласили, чтобы он рассказал о Конституции и о гарантии Конституции президента. Чтобы он сделал доклад. Ну, как там, как они сказали. Он рассказал во свете Библии все это. Это кто так догадается-то рассказать? И они сидят, слушают. И машину посылают за мной. Ни один человек, нет, не вскочил там, ничего не сказал. Они сидят, военные все. Ну, с милицией, представляете, полковники, сидят и слушают. Генералы там впереди. Интересно, тюрьма здесь, СИЗО, 3700 человек. Я иду по камерам. И вот только на выходе, а мне говорят, там, вас там уже машина ждет наружу. Я выхожу из МВД края. Полковник приехал, там все прокуроры края собрались и ждут, когда приедет и сделает доклад. Да ни у кого этого не было. Не было. У меня нет ни образования, ничего нет. Почему они за вами, за попами не едут-то? Ну, это же, это надо понимать, что это не просто так. Прокуроры, помощники прокуроров, всего края собраны. Огромный зал, и машина «Волга» приехала, и этот полковник Сотников стоит, и поехали скорее. Там уже ждут. Понимаешь как? И они ничего не знают. И их совесть не осуждает, которые собрались. Сказали, давайте помолимся, правильно мы рассуждаем или нет. Нет. Значит, все, что не вписывается в эту систему внутри, в систему, в структуру, объявляется война. На смертельном уровне. Просто смерть. Выхода никакого нет. Но они не знают сейчас, что их ждет. Они не знают. Они слепые. А если бы молились, сказали, давайте помолимся. Меня спрашивают, как вы об этом думаете? Я не знаю, я не молился. У меня один ответ. Я не молился. А помолимся, ну, может быть, что-то будет, известно. И так, блажены какие? Алчащие и жаждущие правды. Ну, какая правда? Жажда правды – это расследовать, спросить. Люди знакомые есть, есть. Что интересно, его священники, говорит, поддерживают. А вы знаете, у него, говорит, так много людей, стиктантов, пришло, стали священниками. То есть собрались на меня хулить, а получается другое. Жажда правды. Жажда правды народ избавления ждет. В темноте и грехе погибают. Но могучий Христос весь благую принес. Он спасет мир от края до края. Марсенковский. И петь на тему. Наверное, мотив есть на Волге утес. Он болезнь исцелит. Считай дальше. Блажены милостивые, ибо они помилованы будут. Они не будут помилованы, они не милостивые. Отсюда вывод сделать. Найти примеры и рассказать. Вот не милостивые люди были. Почему они так поступили? У них не было милости. Что они сделали? И что с ними было? С немило. Нам нужно не милости его разбирать, а то уже затерли. А когда ты не милости был? А то не милости мне ближе, как человеку смертному. А то любой может сказать. И глядя на этот опыт, ну трезвый. Кто знает, что бы я достиг, потому что полжизни в пьянке прошло. А когда, говорит, пьяница, и сколько потерял, и все, я теперь голову опущу. Я не конкретно о себе говорю. А то Павел говорит, когда я жил без закона, он никогда не жил без закона. Он имеет в виду человечество, когда закона Моисеева не было. Так и здесь. От обратного очень сильная проповедь получится. Очень сильная. Я еще даже не на каждый пункт сумел бы так сходу и ответить. Ну это богач-эгоист, который сказал, много у меня добра, новые построили, разломают старые. И это туда же. Так и в духовном плане. Духовное. Если там духовное, то тут духовное. Если Адам умер смертью духовное, то от нее и первое воскресенье должно быть духовное, а не телесное. А где на воскресенье? Стань спящий, воскресни из мертвых, и освети тебя Христос. Духовное. Уверование. Рождение свыше. Вот это первое и блажен участие, имеющее первое воскресенье. Люди не понимают этого. Еще? Дальше, да? Да. Блаженные чистые сердцем, ибо они Бога узрят. А нечистые сердцем Бога не узрят. Нечистые сердцем. А Гагарин летал, в космос не нашел Бога, а тут ему отвечает, говорит, а там чистые сердцем-то Бога узрят-то. А ты-то какой? Ты не увидел потому его там. Здесь ответ. Нет, они Бога не увидят нигде, ни в людях, нигде, ни в чистом сердце. Они не видят там, где Бог. Последние недели у меня такая поддержка со всех сторон пошла. Не знаю, даже выразить невозможно. Вы где-нибудь видели, что в православии прямо по Евангелию проповедовали? Да вы понимаете или нет? Тут каждое слово и начинает там это. Новые люди, которых я не знаю, не встречался. То есть чем больше нападают, тем больше которые поддерживают. Так удивительно. А в них не вмещается. Вот Дудин сидит, вас разбирает, а потом ему говорят, ну давай там рассказывай, что он. Ну вы понимаете, вот он берет Библию, все себя слушают, берет там толкование, вот Блаженного Феофилакта, ну отлично, ну берет дальше. Начинают они это читать, все читают, все-все читают, читают и Блаженного Феофилакта, все читают, ну молодцы. А потом какая-то мысль у них вот, и вот так вот раз все, и там такой ужас, такая глубина падения, а ничего сказать не может. В него не вместилось то, что хотели прокомментировать вы на сегодняшний день. Не вместилось, рождения свыше нет, и все, и бедные священники. А как быть молитва? Вот на все и везде молитва, молитва тайна. Лицемер тайно не молится, не вышел, оделся, сходил он, прошелся. Ты дома тайно молишься или нет, когда никто не видит тебя, когда ночная тишина окружает тебя. Ты знаешь, что такое тайная молитва? Лицемер тайно не молится, запомните. Лицемеру-то им надо, чтобы ее увидели, сказали, ой, ну молится как там, ой-ой-ой, столько пыли летит от него. Инатинович, а сейчас только до меня что-то вот это дошло, до моего маленького мозга. Вы их заставили читать Слово Божие в толковании, а они никогда не читали. И они на место не могут поставить свой разум до сих пор. Они в Слово Божие просто воспринимали простецкий, как по-церковнославянский или что, ну как бабушка там какая-нибудь когда-нибудь рассказала. А вы их заставили прочитать его. Вот еще ваша заслуга-то в чем? Обратиться прям, прочитать и толкование-то еще. Они не могут ничего поставить. Они еще в толкование не вникли. Слово Божие для них только открылось на русском языке. У него, говорит, почтенный возраст, 76 лет. Вы знаете, и он этим так пользуется. Это еще привлекает к нему людей. То, что Бог действует, что мой опыт и доверие Богу, это они не знают. Они вообще не знают это. А вы знаете, это вот людей привлекают. Да кого старый привлекает, а старый первый, кто может привлечь? Не ходи только, говорят, с носом, с зажатым прищепкой. А тут-то такие слова говорят, они не понимают, что хвалят. Я все вспоминаю, как в суде было. Первый секретарь Женнодорожного райкома партии КПРФ, Бобров Геннадий Александрович. Он вышел только против меня и стал, судья вопросов я задала ему, и говорит, а как вы познакомились, Ваша честь? И вдруг у него все-то вот так голове перевернулось. Знаете, был и Конгресс интеллигенции, там лауреат Нобелевской премии был, Жаря Салперов. Выходят там доктора, академики. И вдруг слово представляет Ваша честь. Вот этому человеку в его затракезном свежачке лежу в валенках с галошами. А он-то зачем здесь? Ваша честь. А так судья так обращается. Ваша честь. Но вот он заговорил, я прошептал, златоуст. Понимаешь, он все начал против. И вдруг Господь повернул, а судья сидит и на меня смотрит так. Они ничего не могут сделать против истины, когда Богу доверяешься здесь. Я на всем пользу. И говорит, как-то так это делают. Вы понимаете, что вот и людей куда-то уводят. А куда она не может сказать? Куда уводят? Да он говорит, по стариархию. Ну вот как-то в последний момент говорит патриархию, а люди туда идут. Вот тут мы никак не разобрались. Как-то так может быть. То есть совершенно настолько необычно это. Необычно в Боге. А я сижу, когда просмотрел, как они там на конференции-то. А Никита перепечатал, сидел до 3 часа 10 минут только лег. А в 4.40 уже на молитву. Никита подвижник у меня. И он все это перепечатал. В Борде теперь легко считать-то. Ну я больше узал, чем услышал. А теперь вижу, ничего нет. Ничего нет. А пугали. А вот знаете, у них в январе. Там будет. Вот до вас там добрались. Там Дворкин упас. А Дворкин не до меня. Он из-под ворот не будет завывать только. Там у него такие сейчас большие силы. Ополчились. Ему ничего не сделают. Свободно могут его спихнуть. А его звать Александр. А мне уже его жалко. Приехал сюда и не вмене ему, Господи. Он ничего не знает совершенно. Важный вид, надувает, щеки стоит, а ничего нет. Он ничего не знает божественного. Вот и следует. А вот и эгоисты, они вот так подходят. На хорошей бумаге брошюрки изданные. И она вот так грамотно написана. Ну и что ты узнал? Каждые 2 минуты новый у них адепт появляется. Ну ты узнал, высчитал. Пока ты вот это считал, в это время, то уже по твоим меркам, то уже 100 человек опять эгоистами стали. Пока ты стоял, тут молотил пустоту. Они работают. Они работают. А ты языком трепешь. Их не надо исследовать. Им нужно показать радость во Христе. Я вот знаком, вот Алевтина, у нее муж, Пантелеевна, у нее муж, баптиста. Я говорю, когда спрашивают, ты вера-то какой? Я говорю, я баптист. А я говорю, мне было бы стыдно назвать, что я баптист. Как-то. Я баптист. Я бы даже не назвался. А сейчас, думаю, когда мы говорим, мы православные. И тоже немного тут радости. Да. Это ваше вот живет тут блудница православная. Вот пьяница в Теркове, православный пьяница. А вот это третий раз уже сидит православный вор. Весь реестр уголовного кодекса за православными. Даже стыдно называться уже православным. Христианин нужно называться. Христианин, да. Ну, надо называться православным, надо. Потому что христианин просто, это сектанты говорят так. Мы смелые говорим, мы православные. Христиане. Да, христиане. Ах еще и христиане. Библейские. Дальше. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Какие сыны Божьи, когда они людей натравлют? Дворкин, он всех ссорит. Это сыны дьявола. Однозначно. Не сыны Божьи. Те, которые сеют рознь, натравлют один против другого. Это сыны дьявола. Потому что напротив сынов Божьих сыны дьявола. Это сыны дьявола. Академия дьявола. Семинария дьявола. Конференция дьявола. Потому что все на лжи основано. Он есть лжец, и отец лжи. Отец. Это его дети. Я всегда разыграю над вариантом. На вы говорите, вы не лжете на них. Может у вас дьявол? Ну как, я их слова беру, согласно слов. Я на них никакой организации не насылаю. А они где-то пишут жалобы. Все вместе пишут доклад. Женщину там подставили где-то. Я на вас пишу что-нибудь, у меня времени совершенно нет. Но сколько я получаю за один день радостных известий, вы за всю жизнь не получили. А как получить, когда ничего нет? А это новые души рождаются. В интернете, оказывается, можно такой родильный дом устроить. Только успевай. Говорят, у оставленной больше детей, чем имеющий мужик. Еще. Коротко. Блаженный изгнанный за правду. А их если выгоняет, так за неблаговидные дела. За пьянку священника выгнали. Попался, пьяный задавил двух человек. Священник пьяный. Сейчас Пестерзаводска мне пишет, говорит, пьяный напился, разогнался. И показано, как камера снимала там где-то есть. И он когда там человек, метров может 20 летит. Задавил я там, прихожанка может его. Его из машины вытаскивает, а я не пьяный. А скорость разогнал под 200 километров. Вот и все. Они не знают Бога совершенно. Они смеются, как я одет. А у православных-то наоборот, жития святых. Люди были еродивы, как попало одевались. Ты посмотри на них, которых прославляет. Если говорят сектанты, тут понятно. Они любят напыщенное, начищенное, помаженное. А у православных-то прославляется наоборот. Нищета, в которой живут люди бедно. Жития святых об этом говорят. А они сбились с толку. Как они еще и о бороде даже что-то. Вроде православные о бороде там. Да, и поясок там продергивают. То есть ничего нет. И галстук. Ничего нет. Как я Богу благодарен, что они ничего не имеют. То есть за мной ничего нет. Они копают, копают, копают. Дали в Почаево, чтобы копали. Книги туда дали. Проходит два года, и ничего нигде нет. Почему? Потому что нет. Они ищут очень хорошо, ищут. Но ищут, а там нет. Да, ищут, слава Богу. Поэтому, когда они поверхностно начинают, то у них получаются вот эти вот пшики. А настоящего исследования. Еще дальше? Все? Нет еще, конечно. Блаженные вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправильно засловить за меня. Вот, а когда вас не будут поносить, будут хвалить, будут выдвигать вас, Дворкины, горе вам. Когда всех у вас будут говорить хорошо. Христос сказал это, горе. Горе вам. Так, а вас гнали, так гнали и пророков бывших прежде вас. Все гнали. А вот наоборот, это горе. Когда они будут поносить, восхвалять, будут в журналах, они печатают, сидят. Его видно, что он знатный человек. И все. Ну и успокоился бы. Ешь там тебе, корыто поставили, щавкой сиди. И дальше. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небеса. Здесь нет вам на небе ничего. А от дьявола вы ничего не получите из-за этого. Поэтому отстаньте от меня. Я могу только вам посоветовать. Но они нужны. Нужны для того щука, чтобы хорость не дремал. Аминь. Рака за камень, чтобы не заводили они нам. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ты что там? И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступаете с ними. В руках. Запомни. 6.31. Запомни еще с воскресенью. Посмотри, что они, дети пишут. Какие места писали. А вот здесь написано. Хороший, это они в поддержку, когда вы говорили о лагере. Хороший, там что-то написано. Хороший Игнатий Тихонович. Ну, понятно. Он детей зазомбировал, их они. Да. Зазомбировал. Интересно. Вот с детьми никак ни середину не изберут. На самом деле все фамилия. С детьми тут одно. Педофил. А, ну да. Педофил. Ко мне никак не подходит. Обвинения открытого не было. Тогда садист. Детей там убиваю, я гноблю их, убиваю и прочее. То есть два варианта-то. А что, я люблю детей. Вот приезжает, представьте, я директор Кестовского института и находит главный движитель лагеря с большой буквы «Любовь». Они не понимают это. Совершенно не понимают. Ну, не понимают, что я делаю. Но зачем это относить к христианству? Да, я срого держу их. А по-другому как? Это дитё, необузданное, его надо обуздывать, вовремя наставлять. Ты была в лагере с ними? Твои в чадо? Ну, ты сделаешь какие-нибудь замечания? С ними я сурово обращался? Мягко очень. Ты даже мне замечания делаешь. Это какие-то поблажки, что ли, даёте. Да хоть накажите их там. За что? За что? О, пожалуйста. Вот, смотри. Погади туда, посмотри. Это она готовится на операцию. Сколько лет она уже здесь? Да. У них нету разума никакого. И опыт передать, и они не могут. Опыт возле не надо передавать. Потому что твоё зло к тебе вернётся. А я хочу, чтобы у меня были последователи, у них дети, и чтобы у вас был такой же лагерь. Так же были дети, никто никого не обижает. Так же играли, бегали, собирали ягоды, купали, всё, что у нас есть. И слонятия были, и в ангелии, чтобы рано вставали. Точно наш лагерь. Ну, пусть здания будут хорошие, не наши кельи. И я желаю это, чтобы было продолжение рода. Ещё? Всё? Вы соль земли. Если же соль потеряет свою силу... Ну, какая там соль? Там никакого соль нет. Чтобы вы рано вставали. Соль, это слова должны быть приправлены солью. Они имеют особую силу. Если я одно слово сказал, они не могут успокоиться, и в Москве конференции собирают, это слова имеющие соль. Ты, значит, зачем бы это было? Обыкновенно вот это, что они говорят, приснять им, это никому не нужно. Они не будут разбирать даже слова патриарха, побояться. Они начинают за упокой, а окончают за здоровье. Главное, а вы знаете, в конце там говорит, там, говорит, из протестантов так много у него священники стали, говорит, пришли. Там бы не надо это говорить. Ну, Бог руководит. Да не умеется им, исправь их Господи. И чтобы у них было по правде, чтобы нищета духа была, были кроткие, смиренные, и любили правду. То есть, я от обратного разобрал, к чему они подводят людей. Так, что у нас по времени? Осталось 25 минут. 20 минут, да. 25, посчитаю. Посладник к Ефесянам. Продолжаем. После 7 стиха идет 8. Какой главы? Первая глава. Открыв нам тайну своей... Ну-ка, прочитай, что-то я уже засмотрелся, не могу расплывать. В своей воле, открыв нам тайну своей воли по своему благоволению, которое он прежде положил в нем. Прошу Богу. Толкование. То есть, благодать излил нас для того, чтобы, сделав нас мудрыми и разумными, открыть нам тайну воли. Он как бы говорил, тайны сердца своего открыл нам. Или же таким образом, чтобы показать нам тайну во всем разуме и мудрости. То есть, глубину всякой мудрости и разума. Ибо врагов, притом презренных, удостоит столь великих благ, и это в конце времен, и через крест, не делали это великой мудрости. Сделал же это, как хотел, как прежде положил и предопределил в нем, имеется в виду во Христе. Ну, здесь продолжает дальше раскрывать еще, что будет после того, как события пройдут эти. Последних времен. Что означает последних? Каких? Последние времена, когда евреи войдут, язычники, половинка язычников закроется. Так, подожди. Еще раз посчитаю. Об этом ли говорится? Нет. Ибо врагов, притом презренных, удостоит столь великих благ, и это в конце времен, и через крест, не делая это великой мудрости. А в последнем времени, что называется? Это вот, когда уже до такого состояния евреи дошли, и Бог уже сына посылает, пророки уже не повезли. Речь не о Голгофе, не о последнем времени. Когда созрело все, и тогда он благоволел открыть эту тайну. Последними временами, он называет по тому времени, которое прошло, по отношению от Адама, это последнее время, не о нас, а для нас в последнее время, наше вот сегодняшнее последнее время. Давай. 1.10. В устроении полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главой Христом. Толкование. И благоволение сие, и соизволение прежде положил и предопределил в устроении и в установлении полноты времен. Ибо полнота времен, то есть последние времена, требовали наказания и мщения, так как тогда умножилась человеческая злоба. А явление Сына, напротив, в эти последние времена, сделало спасение, что свойственно... И явление Сына, Христа, в последние времена. что свойственно непостижимой мудрости. Небесное, говорит он, было отделено от земного, не имело одной главы. Ибо хотя с точки зрения творения Бог один для всех, но что касается нравственного объединения, то всего еще не было. Посему Отец прежде положил соединить главу всем Христа и ангелам по бестелесной природе, и человекам по плоти. Посему во Христе соединил Отец, то есть завершил то, что созидалось долгое время, закончив и совершив слово правдой. Допустим, человек решил написать про ангела стихотворение. Что можно написать? Вот считаешь, когда думаешь, страха Божия нет. Об ангелах можно написать только то, что известно в Библии. Больше ничего нельзя писать. Никак нельзя. И о Боге можно писать то, что известно здесь. Рисует этих языческих амурщиков каких-то. Это стрелу пустил, любовь. Про ангелов и о Боге мы ничего не знаем, кроме написанного в Святой Библии. Вот как надо говорить. А чтобы знать, что написано, надо знать то, что здесь написано. Можно? Вот из жизни. Год назад у меня Маша чуть не умерла ночью. Она утром приходит и говорит, мама, у меня ночью сердце остановилось. И говорит, у меня в одно мгновение пронеслась вся моя жизнь с трех лет, как я конфетку без спроса взяла. Но потом, говорит, я почувствовала, я не видела. Как свет меня окутал. И говорит, ангел, говорит, мой, пришел и говорит, Бог за твои грехи хотел тебя убить. Но я, говорит, очень плакала и много его просила. Говорит, мы не смеем поднять голову и взирать на Бога. Мы его никогда не видели там на небе. Потому что мы не смеем поднять свои головы. А вы что творите на земле? Вот такие дела гордые, богохульные, вот такие вот. И поднимаете так смело. А мы не смеем смотреть, говорит. Одумайся, пока не поздно. Иначе, говорит, защитить тебя, Боже, уже не смогу. И вот она в таком страхе вот это вот рассказывала просто. Есть, был журнал, я сейчас не знаю, есть или нет, вокруг света. Вокруг света был журнал хороший. И там один описывает, говорит, я, говорит, у нас гусей много было. Я купался, говорит, и стал тонуть. Я не знаю, что я тоже тонул, у меня ноги в тени запутались. А рядом ребятишки купаются, и они видят меня, никто не догадывается, что я тону. Я, говорит, вижу, как плывет на уровне головы, гусиный помет, все вижу, и вдруг вся моя жизнь в одно мгновение пронеслась с точностью до последней минуты. И никто ничего не видит. И вдруг я оттолкнулся от дна, вынырнул, и когда вышли на берег, я упал, и никто все еще не понимает. А я уже был другой. Вот это везде, что жизнь мгновенно проносится в такой момент, это Бог дает такое, чтобы ты мог осознать. И поэтому наше мышление, даже при скоростном восприятии, оно ничтожно. Я вот разговаривал, он обмирал, и он говорит, ну, возьмите воробья и павлина. Ну, что сравнивать-то? Там одно перышко красивее. Так вот, наш павлин, там в небе, которых видел, он как воробей против павлина. Такая несказанная красота. Глаз того не видел. Сказать невозможно. Просто нельзя. Вот бывает иногда такое, вот еще ни время, ни ужина, еще вот так, что-то съесть охота. И ты так, прошлась, глянула везде, и там это, и это, и это нельзя, это не хочу, от этого изжога. А что-то хочу, сама не знаю. Ну, что смеешься-то? Угадал? Есть такое. иной раз бывает. Все, все, Берешь шоколадку, понимаешь, она и понимает, что это не то, и это не то, и это не то. Не то, а желание есть. И вот это то, он дает в манной каше, в манном семени, в бдалахе, которые собирали они. Каждому было по вкусу, а нам надо более соленое, другому, как лепешка с медом. Тебе лепешки с медом не хватает. Держи, поэтому где-то отдельно мед, и пусть лепешка будет, быстренько в воду, в мед, да и в рот. Как Серафим Саровский, ему монахи не говорят, не хватает, говорит, хлеба, там, наставительности не дают, а он, говорит, помаленьку там это, утаскиваете, под подушкой храните, под подушкой. И когда сильно придет, из под подушки, да и в рот. Надо научиться смотреть, ну, не столь серьезно на такие мелочи-то. Конечно. Вот у Серафима у него был этот талант. Да нет, ты хоть умри. Феодосий проверял, нет ли еще, если что находил, там сжигалось все. А этот нет, лишь я нашел, поделись с другим, чтобы не пожуйте там лежать, под одеял, что сильно сухари не хрустели. Все, однако. Мои христианам 1.11. Так уже, наверное, все, Борис? Нет, нет. Еще 10 минут. Давай. В нем мы сделались наследниками, быв предназначены к тому, по определению, совершающего все по вызволению воли своей. Алка, Ваня, сказав, выше избрал, теперь снова говорит, мы сделались наследниками во Христе, то есть через Христа. Нигде вот не в молитва, словах-то, о чем мы начали занятия-то? Ну, нигде этого нету. Грешник, многогрешник, грешник, грешник, супергрешник, грешник, грешник, архигрешник. Ну, нету ничего вот этого, что избавил, искупил. Радости спасенного нету. А вот это Андрея Критского, помилуй меня Божье, помилуй меня. А мы когда возвели на благодарение, да слава тебе Божий наш, как возликовали души-то. Ну, дайте людям вздохнуть, они уже искуплены. Да как его так? Ну, ты святой или не святой? По благодати я святой. Но у вас нет, у вас есть такое облудование, которого и у язычников даже нету. По грехам, по сути, мы грешники. Склонность к греху еще остается где-то. Но любящий Господа не грешит. Почему? И дьявол к нему лукаво не прикасается. Вот слово лукавый, кажется, на каждом шагу нет. Во всей Библии я нашел только шесть раз, когда говорится о лукавом, как о личности. Обычно лукавый человек, лукавое сердце, лукавый, как лук изогнутый, не искренне, куда-то воротит, как женское ребро. Это, говорит, единственное в человеке кость, в котором нет мозга. И вот здесь лукавый, когда, говорит, лукавый, не прикасается, это уже не зло. Раскаленная стрела лукавого, а от зла какие стрелы? То есть, есть четко, я нашел шесть мест, которые говорят, что лукавый, это не зло, как в Толстой переводе, левол, а именно личность. Злобная, хитрая, мстительная. Игнатий Ходж, основном эти все про него места, когда Христос после крещения, да, в пустыне, там несколько раз и подошел к нему дьявол, да, вот эти вот места. дьявол, но не лукавый. А это не одно и тоже? Да, одно, но надо, чтобы найти лукавый. А, что именно это? Люди-то говорят, что где написано лукавый, это не личность, это просто состояние человека, человека, а там говорится не о человеке, лукавый. Это кефицианам написано, у Иоанна. А везде остальное лукавое сердце и крайне испорчено, лукавая мысль, лукавая женщина там, но лукавый, то есть демон, вот я нашел только шесть раз, где уже нельзя провернуть. Говорят, слово вечное можно толковать так и так. Правильно. Но одно место есть в Библии, которое даже Осипов не перетолкует. И будут мучиться во веки веков запятая день и ночь. Все. Значит, речь идет о страшном, о бесконечном. Меня вот это подвигло искать Христа. Ужас какой. Я вот воображал, маленький был даже, никаких молекулок не знал, но уже было воображение, что это много, это много, много. И никогда ни на один шаг не подвинуться к концу к этому. Вот интересно, у восточных народов спрашивают, что такое вечность. Ну как объяснить? Он говорит, ну вот представьте, что алмаз, самый крепкий алмаз. Мы его можем взять и железом истерить, никак. Железо и затрется, а он нет. Ну вот алмазная гора, высокая, самая высокая в мире, Эверест. И к ней один раз в сто лет прилетает воробей обыкновенный, почистить клювик. И вот когда он всю гору и затрет, будет сказано, прошел один миг вечности. Да он никогда не затрет. Воробья самого истрашится. Главное, хотя бы истер всю гору, но пройдет тогда только один миг вечности. А он не сможет. Это не страшит. Начало мудрости страх, Господи. Только бы не погибнуть. Только бы не в аду быть. Вот Пимен Великий это понимал. Пимен Великий он очень сильно говорит. У мусульман эта тема сильно развита. Какой ад, гиена какая. Они в дети, в детей бухал навдалбливают. Вот такая вот девочка, вот она сидит, она побежала за водой. Ну и чувак у нее сполз, он ее остановил. Самирин подтилищил папа. Ну неужели так важно? Обожди. Вот ты спасешься, ты хорошая девочка, но вот это место будет гореть в огне, которое открыто. Тебе надо будет? Она тут же подернула, тогда подбежала и побежала. Вот и все. Страх Божий. Страх. Как бы не попасть в ад, как бы не мучиться вместе с нечистой силой и любовь. Меня Бог спас от этого ада. Он возлюбил меня. Сам Христос. Он призвал меня, Он хранил меня. И припоминай, где ты был близкий к смерти. Еще ты маленький, но уже что-то было. Было. Показывают в роддоме напилиться, а она рожает. Ребенок родился и никого нету. И он на пуповине повес, висит у ней со стола и задушился. Ребенок-то. И никого нету, вообще нету. Я даже не слыхал такого. Это наше, это не чужое. Вот этих слов в молитве нету. Их надо туда вкраплять, человеку давать радость. Ты искупленный, родился свыше, теперь пой. Хвалебную песню Творцу. Ты перешел на другую ступень. А тут нет, на одной ступеньке. Помилуй, помилуй, Господи, помилуй. Только причастились, и сразу Господи, помилуй. Вот уже день. Ну, я причастился телу и крови Христова. Я соединился с Ним. Ну, дайте хоть до вечера мне в себе побыть спасенным. Да нет, тут же сразу в храме, и тут же сразу Господи, помилуй. Меня уже не в чем миловать. Я уже спасен, никуда не выходил. Никто ко мне не прикасался. Господи, прости меня, я уже причастился, исповедался. Понятия никакого нету. Вот это осознание грешника. Ой, я такой грешник, я такой грешник. Ну, кого-то может привлечь, когда ты грешник. Что бы ни сказали, я грешник. Ну, грешник, да хоть сидит там и залезывая свои гнойные раны. Зачем были? Поэтому и свечи будут покупать все. Конечно. А если сказать человеку, что теперь свечи поставь благодарственные, что тебя Бог искупил, что Христос на Голгофе за тебя умер, пролил причистую кровь. Поставьте Богу свечку настоящую, восковую, одну. Но свеча благодарения и поставь какой-то, я все думаю, так может какой-то такой, где свечки ставят и написать благодарение. Не колдовское здесь, что там присушить мужа или кого-то. Свечки перепутать между собой, чтобы муж вернулся. А одну свечку вниз зажечь. Все знает. Во Фрунзе было, в шею продавали при храме. А почем, говорит, ваша церковная в шею? И он стоит, сторож торгует в шами. Но главное теперь подсадить ушедшего мужа, чтобы она его укусила. И этот говорит, мы до того были измождены, сказать нельзя, это воспоминание, это свечки, а в шее ездах мы собирали, в шее и ели. Все-таки в них кровь есть. Это говорится об американцах, которые англичане попали в плен Гитлеру, и что он с ними делал? Ну, гулак. Ну, все, поблагодарим Бога. Давай. Смолитесь. Достойная церкова истину, Блажитесь, Богородицу, Присноблаженную и пренепорочную, И Матерь Бога нашего, Честнейшую Херувин, И славнейшую без сравнения Серафим, Без искрения Бога Слова росшую, Сущую Богородицу Тя величаем. Отец наш Небесный, Господь Иисус Христос, Благодарим Тебя, Господи, что даровал Ты нам эти познания о истине Твоей, как спас Ты нас, Господи, в крови Твоей. Напоминаем нам, Господи, всегда всем, ну, даруй, чтобы мы уже были не бладенцами, а истинными мужами веры, чтобы мы всегда это помнили и другим людям рассказывали о том, как прекрасно Ты спасаешь. Ты трудишься над душой каждого человека, Ты личный спаситель каждого человека, которого Ты, Господи, явил в мир сей. Мы не знаем, кто из нас избранный, кто неизбранный, об этом, Господи, Ты ведаешь. Но, Господи, даруй нам всегда подвязаться в вере в Тебя, Господа и Творца, в Твои святые слова, чтобы то местописание, которое говорит о том, что не Ты будешь судить, а слово, которое даровал Ты нам, оно будет судить. Вот это очищенная душа через слово Твое, чтобы была наша душа, каждого, кто предстоит пред Тобой в Церкви Христовой. И тех, Господи, кто не пришел, еще к Тебе не осознал этого. Даруй, Господи, прийти им по Твоим окроволенным стопам, увидеть, как прекрасны страдания для того, чтобы потом наследовать жизнь вечную, но не иметь общения в аду с теми, кто туда пойдет, сатаной и приспешниками его. Помоги многомилостив Господи всем нам все это всегда помнить, осознавать и идти в этот мир, нести слово Твое Святое. Тебе слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Господи, прийми нашу молитву воздеяния рук, как жертву вечерней и благоухания приятной перед престолом благодати Твоей, Божий всемогущий. Соедини нашу молитву с молитвой всех святых, молящихся Тебе на небе и на земле. Услыши, Боже, молитву всех, молящихся о нас, во благо нам и исполни. И прими нашу молитву о всех, западавших нам молиться о них. Спаси их и помилуй. Благослови патриарха Кирилла, сохрани его от всякого зла, от покушения на него. И даруй мир Израилю, России, Украине и Сирии. Вразуми, правители, дай им страх Твой, и народу Твоему дай покаяние. Тебе слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. На славу Божию. Спасибо, Христос. Спасибо, Христос.